СОЦИАЛЬНАЯ СЕСТИ Подростки не имеют жизненного опыта, и несмотря на желание оказаться взрослыми, они беззащитно, доверчивы и легко идут на виртуальный контакт. Детей нужно научить сразу блокировать любого незнакомца, который просит фотографии, настаивает на звонках и встречах. Не надо исключать, что есть самого разного рода группы опасные, в которых тоже дети могут состоять, которые призывают к самоуничтожению. И очень грамотно, простроенная тактика, психологически грамотно простроенная тактика у этих групп. Да, опасности такие есть. И в реальном мире тоже есть опасности. Так же, как мы оберегаем ребенка от опасности реального мира, так же нужно оберегать от опасности виртуального мира. И что я бы порекомендовала? Я бы порекомендовала, на самом деле, зарегистрироваться в тех соцсетях, в которых зарегистрирован ребенок. Зарегистрироваться, что-то свое интересное там читать, какое-то свое интересное общение тоже поддерживать в том объеме, в каком родитель может себе позволить это по времени, по возможностям, да, и по своим интересам. И быть просто в теме. Не стоит забывать, что для ребенка его телефон или ноутбук – это личное пространство. Непонимание этого родителями, отсутствие деликатности и такта в разговоре, стремление к тотальному контролю над ребенком часто приводит к возникновению конфликтов и серьезным наказаниям. Из-за чего дети начинают замыкаться, обманывать и все глубже погружаться в виртуальный мир, где никто не читает морали, а любой разговор можно прекратить просто выйдя из сети. Ни в коем случае не запрещать, ни в коем случае не применять какие-то очень такие карательные меры, объяснять, рассказывать, пояснять. Очень важно, чтобы был такой уровень доверия, чтобы ребенок мог все что угодно писать, да, родители спокойно это, адекватно, нормально воспринимать, это не значит, что поощрять. То есть это видеть, быть в теме, быть в курсе и в то же время обсуждать, обсуждать с ребенком, да, что приемлемо, что неприемлемо, что допустимо, что недопустимо. На своем уровне ребенок очень многое может понять, а если не понять, то может почувствовать. То есть с уважением к ребенку обязательно и объяснять, разъяснять, исходя из своего жизненного опыта, рассказывать и, ну, как бы прогнозировать, да, и описывать последствия. Вот это грамотный очень подход, и дети в таком случае, они не боятся, они не скрывают. Старайтесь как можно больше общаться с детьми в реальном мире, даже если кажется, что им это совершенно не нужно. Чтобы они не говорили и как себя не вели, подростки нуждаются в общении с родителями, искренним, открытым, уважительным и заинтересованным. Они хотят видеть вас в мудрых друзей и единомышленников, а не надзирателей, говорящий календарь или будильник. Когда ребенок имеет искреннее желание родителя принимать участие в его жизни, вот ребенка привлекает интерес родителя к нему. Вот на этом интересе можно подкорректировать вот какие-то упущенные моменты. Сердце ребенка откликается, ну, какой бы он закрытый ни был, да, откликается и идет навстречу, потому что, ну, все дети любят своих родителей, родители любят своих детей, да. Кто-то просто не умеет это выражать, выражает, как умеет, да. И тревога родительская, она тоже базируется откуда. Под этим, под всем лежит любовь, да, поэтому и тревога, да, чтобы все было хорошо, чтобы ничего страшного не случилось. Внесенный в Госдуму закон о правовом регулировании деятельности социальных сетей, скорее всего, будет все-таки принят. И подросткам в нем уделено особое внимание. Детям до 14 лет вход в социальные сети будет запрещен. А тем, кто постарше, для регистрации понадобятся паспортные данные, что полностью исключает анонимности. Остается надеяться, что таким образом интернет станет безопаснее для наших детей.